Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать по поводу использования подробного сканера поверхности. Посмотрим мы его меню, как он активируется, как им все это дело засканировать довольно быстро, ну и в принципе все. По поводу его настройки есть отдельное видео, которое сейчас вылезет подсказочкой, друзья. Ну что ж, с вас как все, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Если вкратце, ребят, то подробный сканер поверхности это модуль, который позволяет нам сканировать поверхность, будь то планета, будь то, так сказать, кольца газового гиганта, и он находится на заполнительном оборудовании, его нужно ставить отдельно и так далее, да, и еще он может инженериться, но это отдельная история. Для его использования его нужно выделить в огневую группу, и да, друзья, вы можете с помощью него сканировать не просто так. Вы будете получать за это данные, которые вы потом можете продать, либо вообще стать первооткрывателем по поводу того, как искать планеты в системе. Сейчас тоже вылезет подсказочка там по поводу сканера системы. Используется этот модуль исключительно в гиперкруизе, и в режиме анализа. Его можно включить на английскую клавишу M, либо русский мягкий знак. Так, в общем, сейчас будем сканировать кольца этого газового гиганта. Нажимаем ле... нет, правую кнопку мыши в моем случае. И вот видим, мы нацеливаемся, и нам показывает в центре, куда мы попадем. И это кольцо. Нажимаем. И одного раза обычно достаточно для колец. И вот нам отображают наиболее богатые участки этого газового гиганта. Но с планетами немножко сложнее. Причем, я бы сказал, гораздо сложнее. Давайте сейчас об этом поподробнее. Ах, да. Наши подсвеченные точки, кстати, можно выбрать. И там будет показано, что есть. Вот, допустим, точка нести к температурной алмазе, что удивительно. Ну, а там... Че у нас там? Добыча ресурсов, добыча ресурсов. Точка, александрит. Ну, таким образом можно искать, кстати, себе вещи, которые вы будете копать. А я об этом говорил в гаде в романе. Короче, вот наша планета. И мы хотим ее засканировать. Как нам это сделать? Давайте-ка нажмем еще раз. Пожалуйста, сканер. Мы видим точку. В центре. От планеты. Видите? Нам нужно нацелиться на нее. И мы, получается, выстрелим в самый центр планеты. Выстрел пошел. Раз. И обратите внимание справа. Видите шкалу? Зонды. Оптимальные затраты и так далее. Чем меньше зондов мы потратим, друзья, тем больше мы получим. В плане, так сказать, денежки за сканирование. Отлично. Один зон прошел. Сканирование пошло. Естественно, в зависимости от размера планеты, количество зондов будет разное. Теперь смотрим влево, вниз. Видим название планеты и процесс описи 11%. И теперь начинается самое веселое. С газами и гигантами сложнее всего. Как отправить на обратную сторону? Нам нужно, чтобы вот эта вот, так сказать, линия с двумя пробелами оказалась между маленьким кругом и большим кругом. Запускаем. Нажимаем третью кнопку мыши. И видим обратную сторону. Третья кнопка мыши, если что, это нажатие на колесико. И сейчас, по идее, этот зонд должен будет оказаться с обратной стороны. Ждем. Угу. Понятно. Прошло. Скорректировали, как мы кидали относительно. И продолжаем сканировать. Как раз таки оптимальные затраты. Видите, количество зондов 16, а мы использовали только 2. Вы можете использовать хоть 30. Но лучше, конечно, поменьше. Продолжаем сканирование. Давайте снизу запустим точно так же. Ну, или примерно так же. Пошел. Ждем, пока долетит. Также не забываем ориентироваться. Можно, кстати, сейчас заранее сделать вот так вот. Только почему-то он попадает в кольцо. А все это потому, что газовый гигант с кольцами. Они немножечко мешают этому делу. Поэтому давайте сделаем вот так вот. И смотрим, чтобы нам не писало кольцо. Иначе оно углянет прямо туда. И вот так вот. Смотрим. Они летят с двух сторон. Сейчас будет понятно, что и как. По поводу того, как это двигается. Есть отдельное видео, ребят, на канале, если что. Это через настройки. Они у всех обычно стоят по умолчанию такие. Так что придется настроить. Вот уже 43%. Вот уже 54%. И теперь нам нужно как-то попасть в середину. Давайте-ка прикинем. Вот примерно вот так. Надеюсь, получится. Теперь давайте посмотрим эту сторону. Нам бы закинуть куда-нибудь, скажем... Довольно неудобно. Довольно неудобно. Давайте вот так. Давайте вот так. Работаем сейчас во внутреннем круге, ребят. Во внутреннем. И вот так. Ждем. 9 зондов мы использовали. 75%. Продолжаем развлекаться. Смотрим сюда. Понятно. Смотрим сюда. Нам нужно теперь загнать его наверх. Кстати, я забыл об этом. Еще один сюда кидаем. И ждем. Ребят, я бы ускорил этот момент, но они так летят. Я потом покажу на примере обычной планеты. Там гораздо быстрее. Там обычно в 3-4 зонда можно уложиться. Ну, практически в полюс. Потрясающе. 80%. И что делать в такой ситуации? Если хотите уложиться в 16, то в принципе, можно, конечно, вот так еще попробовать. Сразу говорю, я не спец по сканированию, друзья. Как могу? Блин, кольца мешают. Реально мешают кольца. Не хотелось бы... Не хотелось бы двигать корабль. 87%. В принципе, еще один зонд нужно кинуть вот именно туда. А с этим проблема, учитывая кольцо. Давайте попробуем, ну, вот прям вот так вот закинуть. Ждемся. Куда же он угодит? Напоминаю, использовали 12, если вы не видели. Там написано справа. Ну, практически, практически. 89%. Блин, 10%. Придется, наверное, поменять расположение. Все из-за колец. Чуть давайте ниже дадим. Немножечко вот неудобно с кольцами, конечно. Так, вроде достаточно. Так, отлично. Ну, а теперь можно дать куда-нибудь вот сюда. Я думаю, этого будет достаточно. Ну, как раз, как вот по тем частям мы стреляли. Две точки. Так же сейчас по этим две. Хотя, наверное, даже одного хватит. Все полностью засканировано. И мы получили бонус за то, что мы использовали более меньшее количество зондов. Нежели которые нам было предложено. Но зондов у нас бесконечное количество. Теперь давайте на обычной планете. С ней будет гораздо быстрее, я думаю. Небольшая планетка, которая находится неподалеку от нас, имеет размеры... Сейчас мы посмотрим, какие, кстати. 2248 километров. А газовый гигант, который мы ковыряли, действительно гигант. 52 тысячи. То есть, с этой планеткой делов будет, по идее, меньше. Подлетаем поближе. И сейчас на определенной дальности он начнет работать. Если не ошибаюсь, это 0,3 световые секунды, и он будет работать. По тормозам. Так, нет, 0,25. 0,20 Т2. С какого расстояния ты работаешь, я не помню. Да, 0,22 примерно, и он работает. Направляемся. Вот так вот. Пуляем. Один зонд, как видите, можем использовать четыре. Кстати, я бы рекомендовал подлететь поближе, чтобы, так сказать, при закидывании на ту сторону... Больше, более, чтобы, так сказать, плавно настраивать направление, куда вы будете бросать. А не то, чтобы вы дернули, у вас просто резко в другую сторону, либо очень много градусов перекидывает. Ну, примерно, вот так вот можно. Давайте. Первый. И где-то вот так вот второй. Ждем. Отлично. И тот у нас падает. Где? Немножечко перекинули. Но это нужно реально, ребят, набить руку, чтобы хорошо все это делать. Я этим просто очень редко пользуюсь. Буду с вами честен. Так, это у нас так, это у нас так, поэтому давайте кинем вот так вот один, и все должно быть хорошо. Не люблю я этим пользоваться, если честно. И в оптимальное количество зондов я редко попадаю. Да и будем откровенны, я вообще редко сканирую планеты, я вообще редко сканирую. У меня немножко другой профиль, так сказать. Но сейчас должно быть все хорошо. Все, засканировали. И все равно в оптимальные затраты мы попали. Ребят, набейте руку, правда. Попробуйте там, потренируйтесь. Много факторов, которые влияют. Не забывайте то, что расстояние, на котором вы находитесь от планеты, ее массы, ее размеры. Не забывайте об этом. Поэтому рекомендую вам, так сказать, полетать, поэкспериментировать. И также, друзья, не забывайте то, что полное сканирование будет, когда вы перейдете за 90% сканирования всех поверхностей. Также, если вы первый человек, который это сделали, то вы становитесь автоматом первооткрывателем. По-другому вы никак не станете. Также, таким образом, вы можете искать различные типы сигналов на самой планете. Будь то интересные места, торговецкие планетарные объекты, руины стражей, различные поселения, место крушения кораблей, панели навигации и так далее. Так что учтите это, если вы идете, так сказать, в исследование, гайд, по которому я перепишу в ближайшее время, то, естественно, берите с собой этот сканер. Может быть, что-то интересное вы да и найдете. А, ну и плюс, без него никак и вообще нет смысла лететь куда-либо, потому что просто полная сканировая система вам принесет меньше, чем нежели будет сканировать конкретные планеты за сканером поверхности. Ну, думаю, это и так понятно. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео я сделал некоторые плейлисты. Полный плейлист по всем видео касательно Redangerous на этом канале. Отдельный плейлист по обзорам всех кораблей. Отдельный плейлист по вооружению. Отдельный плейлист по видам сбора, как их делать на примере корабля. И отдельный... Господи, мне тоже фразы бесят. Отдельный плейлист по топам кораблей. Топ-10 кораблей, топ-универсалов, топ-бойцов и так далее. Также будут прямые ссылочки на конкретные видео по поводу гайд по торговле, гайд по шахтерству, гайд по заработку денег, гайд по робигу, гайд по паяниту. Кстати, ну сейчас вы особо на нем не поднимете, как раньше, но паяниту там все равно вы копаете. Также конкретные видосы по поводу материалов обычных, сырьевых точнее, промышленных, данных опять-таки, материалов стражей, данных стражей, быстрые различные фармы этих материалов и данных и куча еще полезных, друзья. Такие как прокачка ранга федерации, прокачка ранга империи. Много, уже очень много контента я об этой игре снял и я не собираюсь останавливаться. Дело еще очень-очень много. Также в описании под видео будут ссылочки на социальные сети, такие как группа ВК, Инстаграм, Телеграм-канал и Дискорд-сервер. И на Дискорде нас уже больше 800 человек, друзья. И, кстати, также у меня есть свои эскадрильи. Вы можете в нее вступить, если хотите, и правила совершенно простые. Вам нужно либо посмотреть видос, который я отснял по этой теме, либо просто перейти в Дискорд по ссылке, там будет раздел заявки в эскадрилью, кинуть заявочку там и кинуть заявочку здесь, плюс там еще подробно все объяснено, друзья. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе. С вами был Кисель.